Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы. Ну что ж, на улице холодная осень стоит, сады наши уже уснули вместе с грядками, но тем не менее мы иногда поддаёмся на соблазны с вами и приобретаем, приобретаем ещё растения, хотя сажать в открытый грунт уже всё-таки поздновато, а многие из этих растений и сохранить очень сложно в зимний период в квартирах городских. И сейчас мне хотелось бы вам рассказать, что же всё-таки можно сделать с теми луковичными, рано цветущими культурами, которые вы приобрели с опозданием, не смогли посадить, и сейчас не знаете, что с ними всё-таки делать. А я вам предложу просто-напросто заняться размножением этих культур. Очень хорошо, впереди много времени свободного, поэтому с этими луковицами можно очень просто обойтись и размножить, получив посадочный материал на порядок больше. Значит, посмотрите, какие хорошие луковицы нарциссов продаются. И понятно, как пройти мимо них. Вы не проходите, вы покупаете, хотя сажать уже не посадите, земля мороженая. Гиацинты – замечательная луковица, да ещё стоят-то 5 копеек практически. Как не купить? Тоже покупаете, приносите и мучаетесь. В холодильнике они у вас гибнут. Если держать при комнатной температуре, то, пожалуй, и тем более погибнут. Поэтому, смотрите, вот вы приобрели гиацинты. Что мы делаем, чтобы размножить? Ну, во-первых, сначала мы с вами приобретаем субстрат, в котором будет происходить размножение. Это может быть обычный, самый обычный, речной, крупный по размерам песок. Обычный речной песок. Как следует, промойте его, может быть, даже прокипятите, как следует. Всё замечательно, абсолютно инертная среда, от которой растения не смогут заразиться ни бактериями, ни грибами, и тем более уж вирусами. Ну, а с луковицами мы с вами поступаем следующим образом. Мы должны очистить все кроющие чешуи. Вот, смотрите, я прям при вас это всё делаю, ничего не подготавливал заранее. Все кроющие чешуи, вот эти, очищаем. Ну, если есть вдруг какая-то чешуйка больная, мы её убираем, понятно, мы её просто удаляем полностью до здоровых чешуй. Вот, смотрите, видите, мягенькая попалась, немножечко, но ничего страшного. Вот таким образом, как, собственно говоря, на кухне лук мы с вами чистим, так точно и с этими луковицами мы и поступаем. Потому что строение их абсолютно одинаковое с репчатым луком. Чуть-чуть мы срезаем верхнюю часть, это можно сделать ножом, можно сделать секатором. Вот так, посмотрите, пожалуйста, вот таким образом. Раз, срезали. Вот получился ровненький срезик. Дальше мы берём какую-то досочку, подставочку какую-то и разрезаем, поставив на донышко эту луковицу, мы её разрезаем на две части. Посмотрите, вот так ровненько на две части. О, как хорошо хрустит, что значит свеженькая, хорошенькая. Вот так. Видите, что получилось у нас? Вот такие две половиночки. Из этих двух половиночек мы делаем четыре части, собственно говоря, четвертинки. Вот, посмотрите, что получилось. Видите, да? Ну, если вдруг в центральной части вот здесь подчика была, можно её убрать просто. Вот получился такой сектор, и вы обратите внимание, что здесь несколько-несколько чешуек. Если вы хотите, вы можете разделить ещё вот эту часть луковицы и ещё на две части, разрезав, например, вот это донышко, вот таким образом, посмотрите, вот таким образом. Раз, получится уже два сектора у вас, и вот так просто-напросто берёте и разделяете. Вот один сектор из двух чешуек, видите, да, из двух чешуек. И вот ещё сектор поменьше, но здесь три чешуйки. Вот эти части мы и будем размножать. Что дальше? Дадим немножечко подсохнуть в течение получаса при комнатной температуре. Затем берём корни стимулятора, вы знаете эти препараты, и просто-напросто обрабатываем нижнюю часть, вот этот кусочек, вот донца. А донца в луковицах не что иное, как стебель. Чешуйки являются листьями, донца является стебелёчком. Вот и всё, и проходит размножение, образуются корешочки, как обычно мы с вами, если берём, ну, это немножечко многовато здесь, видите, стимулятора не нужно так много. Стимулятор лучше использовать тот, у которого наполнителем является уголь. Одну часть подготовили, другую часть подготовили точно так же, быстро, вот так, раз, раз, раз. Вот таким образом поклонали, отряхнули, вот что у нас получается. Ничего страшного, где-то больше, где-то меньше, не надо, чтобы горы просто были где-то. Затем мы берём с вами сфагновый мох или песок, как я уже сказал, речной. Сфагновый мох должен быть чуть-чуть слегка влажный, слегка влажный, вот, чтобы он только холодил руки, вот, натрагивайтесь, чувствуете, что он влажненький. Всё, больше не нужно. Накладывайте в какой-то лоточек, можете даже в полиэтиленовый пакет, но в полиэтиленовом пакете не очень удобно дальше им развиваться. Вот так мы с вами положили. Уплотнили немножечко. И затем помещаем луковицы вниз донцем, вот, в этот мох, чуть-чуть обжимая. Следующий кусочек тоже самое, так же, чуть-чуть обжимая. Всё, теперь мы накрываем всё это дело крышечкой, когда много здесь разместим, крышечкой. Мы берём полиэтиленовый пакетик, в пакетик, вот так плотненько закрываем и ставим на верхнюю полку кухонную, там, где температура 20-25, а может быть, даже если пироги будете печь и жарче. И буквально за две недели, за три недели, уже у вас будет нарастать масса маленьких крошечных луковиц. Затем ещё месяц-полтора они будут нарастать, и вот, когда на них появятся корешки, мы их свободно, смело можем рассаживать уже по горшочкам, а можем ещё месяц-полтора до посадки уже в грунт. Можем подержать и в таком состоянии. Точно так же можно поступать и с нарциссами. Абсолютно одна и та же процедура. То же самое вы получите очень большое количество деток, которые через два года у вас зацветут и образуют целое поле этих замечательных растений. Дорогие мои, не теряйте время, не губите свои луковицы, которые вы случайно вдруг купили, а занимайтесь-ка размножением. Я желаю вам больших успехов, которые обязательно придут, если вы будете повторять всё так, как я вам подсказываю.